Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители тип-канала «Телли Европы Лайна». У меня в гостях Руслан Сулейманов, известный специалист в области Ближнего Востока. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Руслан, вчера все наблюдали за прилетами, как, не знаю, если даже в английском, как этого термина, в Украине он часто используется с началом Российско-Украинской войны. 200 ракет было выпущено Ираном по Израилю, но, по крайней мере, эта цифра, вроде как, она соответствует действительности, хотя изначально говорили о 400. Как Вы оцениваете то, что произошло, и является ли, скажем, происходящее на Ближнем Востоке сейчас контролируемым сценарием? То, что произошло накануне, это следствие эскалации, которая не прекращается с начала войны в Газе. 10 октября, уже почти год, и события в Ливане, и кризис в Красном море, это все следствие той войны, которая сейчас в Газе. И до тех пор, пока эта война не прекращена, мы будем наблюдать эскалацию между Ираном и Ираном. И Израилем не произошло, на мой взгляд, чего-то беспрецедентного, потому что в апреле нынешнего года уже была по территории Израиля. Сложно осудить, насколько она отличается по масштабам, но если мы берем число пострадавших и погибших, то Израилю накануне был ненесен больший урон, чем эскалации. Это может быть связано с спецификой Иранской атаки, было больше задействовано ракет, чем беспилотников. Но это первый момент. Второй момент – это то, что Израиль, в отличие от ситуации в апреле, сейчас ведет войну уже на два фронта. Так что это та эскалация, которая пока что контролирует. Но Лижний Восток действительно находится на грани нервного отрыва. Нервы могут не выдержать. Пока сохраняется относительный рационализм, и в течение части конфликта. Никто не желает ввязываться в правопролитную войну и самоуничтожение. Но повторюсь, что эта ситуация в любом случае крайне опасна. Руслан, давайте чуть-чуть с вами поговорим все-таки о стратегии сторон. То есть у нас есть, условно говоря, три страны. Давайте четыре страны. Я их назову, а вы вкратце, если можно, вашу экспертную оценку по стратегиям. Есть Израиль, есть Иран, есть Соединенные Штаты Америки, есть Турция, есть, скажем, в целом западный мир. То, что мы видим, это либо какие-то абсолютно неконтролируемые вакханальные действия, вакханалия, точнее, хаотические действия, когда стороны не знают, что будет завтра. То есть это уже неконтролируемый сценарий. Либо всё-таки у сторон есть какие-то убеждения, есть какая-то стратегия, то есть они к чему-то идут. Либо во внешней политике, либо во внутренней политике. Потому что внутренняя политика часто, она как бы преобладает и давляет над внешней, она её определяет. С помощью внешней политики решаются внутренние вопросы. Вот опишите, пожалуйста, вот эти стратегии, какие они могли бы быть у стран. Это очень объёмный вопрос. Если мы рассматриваем каждую отдельную страну, то есть своя логика. И не один, и каждая конкретная ситуация. Можно сейчас говорить долгосрочно, как это не приходится, потому что все действия ситуатива в зависимости от того же в земле, например, в Израиле. Не отклоняйтесь от микрофона, Руслан. Извините, пожалуйста, что вас перебил. Просто периодически вас не слышно, у вас гуляет микрофон. Если мы говорим об Израиле, то там ситуация сейчас полностью привязана к тому, что происходит в Газе. А заложники, это порядка 100 человек, 50, с которых уже могут быть вертвы, не освобождены. Задача по ликвидации Хамас не решена. И на этом фоне кабинету Нитаняху всё-таки нужно предъявлять какой-то результат, поскольку в войне с той же Хизбаллой Израиль готовился давно, с Хизбаллой проще в том смысле, что в Хизбаллу нет протяжённых с их картинных тоннелей, но всё равно это тяжна, это долгая война, и просто взять и победить в Хизбаллой и получится. Тем не менее, можно взять какой-то результат. Кубедирование генералов, говорять на Хизбаллой, с Ролу, сообщать о уничтожении боевого потенциала военного арсенала Хизбаллы. Что касается поведения Израиля относительно Ирана, то это тоже повышение ставок, это провоцирование Ирана какие-то жесткие действия, осознавая то, что Иран не заинтересован в политике, горячая война, транспорт, не может быть экономическим причинам поддержки, точнее, не поддержки войны, потому что страны не желают прожить на примерно 2 долларов день. И в этой связи иранское руководство действует довольно осторожно, оно пытается предъявлять последовательные адепты, которые есть и внутри Ближнем Востоке за счет эффекта масштабирования за счет такой массовости атак, при том, что Иран не стремится нанести какой-то сильный ущерб Израилю, не стремится уменьшить боевой потенциал Израиля. Иран не ставил цели, чтобы у Израиля были десятки жертв, например. Цель показать вот эту массовость атаки и иранская пропаганда уже вовсю, конечно, трубит о том, что это возмездие, что Альбом унижен и так далее. Но это вот ситуация, которая сейчас сложилась на Ближнем Востоке. Это не какая-то долгосрочность. Простите, Руслан, а вот вы говорите о том, что Иран в общем-то заинтересован такой дымовой завеси, некой визуализации происходящего, но чтобы, как говорится, без человеческих жертв. Ну, вы только что сказали. Я вспоминаю 7 октября, когда Хамас напал на Израиль, это было отправной точкой эскалации на Ближнем Востоке, мы все это хорошо помним. Правда, по мере военной кампании Израиля уже заголовки смене менялись. Но отправной точкой была тогда атака Хамас на Израиль. И там было много жертв. То есть очевидно, что Хамас не действует самостоятельно, он очень, на мой взгляд, связан с Ираном. И я думаю, решение именно, скажем, вот таким образом напасть на Израиль с жертвами, с похищенными, это как-то согласовывалось в том числе с Ираном. Тогда почему сейчас Иран заботится о человеческих жизнях, если его прокси, например, год назад, ну, практически уже год назад, меньше всего волновали человеческие жизни? Или это эксцесс исполнителя? Не было указаний на то, что Иран вообще знал о этой атаке Хамас. Было много сообщений о том, что даже руководители самого Хамас, находящиеся за пределами сектора газа, не знали об этой атаке. В частности, один из лидеров Хамаса за рубежом, Халет Машиаль, признался, что он узнал об этой атаке из телевизора. И иранские чиновники тоже подчеркивали, что для них эта атака стала неожиданностью, им как-то надо было реагировать, естественно, упражнение поддерживать Хамас, не замечать огромную службу среди бедералитян. Но все указывает на то, что это был исключительно план Яхи Синвара, который возглавлял возглавляет Хамас именно в секторе Газа. И у него своя абсолютная логика отличная, повторюсь, даже от других лидеров Хамаса, которые находятся за пределами Руслан. Руслан, у меня был недавно Чингис Мамедов в гостях, и я как бы обязан его реплику перенести на эфир и задать вам вопрос. Господин Мамедов считает, что 7 октября это была не просто вылазка Хамас, это было казус Белли, это было такое, не хочется, знаете, как приведешь какое-то сравнение, не так поймут. Назовем казус Белли, условно говоря, как в свое время Вторая Чеченская война была использована для того, чтобы поднять рейтинг Владимира Путина, дайте мне точку опоры, я переверну мир, как говорил Архимед. То есть на фоне Чеченской войны рос рейтинг Владимира Путина. Не кажется ли вам, что скажем так, эта провокация, которую совершил тогда Хамас, она была кем-то срежиссирована, не будем говорить кем, но она была исполнена по Хамасу в соске, что называется, с большим количеством жертв. Это немного спутало карты, потому что если бы это была просто какая-то небольшая провокация, значит, тогда бы последовал ответ и вырос бы рейтинг одного политика. Но поскольку пошли массовые жертвы, это вызвало уже недовольство и размещение самих израильтян, поскольку показалось, что страна была не готова к тому, что произошло. Просто до сих пор, я вам скажу, не умещается в голове неэффективные действия по противодействию того, что произошло 7 октября странно-израильские спецслужбы и их эффективные действия сейчас, которые они демонстрируют. Но многие считают, что такого не может быть, потому что не может быть никогда, поскольку израильские спецслужбы все просчитывают наперед. В истории было немало примеров, когда израильские спецслужбы не все просчитывали наперед, достаточно вспомнить войну судна во дня 73-го года, вспомнить события Второй Ливанской войны 2006-го года, которую многие из Израиля считают неудачной и даже проигрывали. Я напомню, что незадолго до 7 октября Израиль находился в глубочайшем политическом кризисе. Она была расколота, в стране проходили массовые протесты, многие чиновники и сотрудники даже дипломатических представительств Израиля и военных вообще не выходили на работу, потому что было несогласие с той юридической реформой, которую подвигает Кабинет Китая. Это все было, и очевидно КамАЗ тоже решил этим воспользоваться. В течение нескольких месяцев предшествующих 7 октября Израиль сильно сконцентрировался на Западе. И основные события происходили на Западе и Рюбе, где члены правительства и коалиции и китайцев крайне права и права и политика вообще не признают права палестинцев государства, а то мы занимались поселенческой политикой. на Западе было огромное число жертв. На Западе в Великой Израиль пытались проводить воплощающие операции. Таким образом фокус смещён на Западе берег. Сектор газа в похожем в сторону. У них переговоры с Аравией казалось, что все, палестинский вопрос стану лету сейчас израильтяне говорят вопросы в Сауне признают вообще признают права решения КамАЗ перечислил и там все в принципе это выглядит логично. Я слышал много теорий заговоры Путин инструктировал КамАЗ и все остальное но за этот год мы не получили подтверждение кто-то что-то согласен. Руслан, и в завершение задам короткий вопрос. Мы видим диаметрально противоположную реакцию разных стран. В Иране и Ираке люди ликуют наблюдая за тем как Иран выстрелил по Израилю. С другой стороны Азербайджан ничего греха отойти массово поддерживает азербайджанцы Израиль потому что Израиль союзник Азербайджана Израилю благодарны за поддержку на протяжении 30 лет в борьбе за восстановление территориальной целостности Азербайджана и азербайджанцы они благодарны Израилю поддерживают Израиль. Реакция турков в Турции она понятна это тоже антиизраильская. Соответственно не видите ли вы здесь скажем так некую потенциальную возможность при каких-то условиях расхождения Азербайджана и Турции именно по израильскому вопросу потому что Израиль остается ключевым союзником для Азербайджана либо интересы элит Турции не в интересах элит Турции скажем так эскалировать с Израилем отношения. Я не вижу предпосылок для конфликта каких-то даже противоречий между двумя странами есть четко сформулированная артикулированная позиция Эрдогана дал курс на поддержку АМАЗ палестинского дела это его выбор но это никак не влияет на отношения с Азербайджаном у которого гораздо более осторожная я бы сказал равноудаленная политика Азербайджан старается максимально осторожно максимально дипломатически высказываться о том что происходит на ближнем поскольку и среди населения да распространены такие произраильские настроения многие симпатизируют Израиль считают его правым но есть те кто и поддерживают палестинцев в их праве на собственное государство и на официальном уровне из Азербайджана однократно формулировал необходимость создания независимого государства но опять же это не ведет к какому-то конфликту и противоречия между Турцией и Азербайджаном если бы это имело место мы бы уже наверное что-то увидели за целый год но эта тема просто не не стоит каким-то камнем преткновения в отношениях корыли покой что-то изменит в ближайшем Руслан Сулейманов известный специалист в политике Ближнего Востока был сегодня с нами огромное спасибо Руслан за это интервью до новых встреч спасибо большое субтитры Продолжение следует...